В последнее время тема гражданской ответственности и патриотизма стала главным лейтмотивом всех происходящих событий. Об этом говорят и пишут во всех средствах массовой информации. Об этом дети узнают на уроках. Начало учебного года во всех школах района было посвящено этой теме. Как это проходило в Салемале, смотрите в сюжете Екатерины Маховой. Учителя на первых в этом году уроках говорили о том, как велика наша страна и как могучий наш язык и культура. Фраза «Я, гражданин своей страны» прозвучала в каждом классе. Салемальская школа-интернат уже не первый год особое внимание уделяет гармоничному воспитанию молодых патриотов. В этих стенах нередко звучит гимн. Здесь каждый знает, как выглядит флаг. И здесь, как и много лет назад, каждый день мелькают белые фартуки. В красной линии сквозь воспитательную работу в нашей школе идет военно-патриотическая направленность. То есть дети с самого младшего возраста должны знать, как на занятии было сказано, символику родного края, страны, чувство долга, чтобы у них развивалось бы, патриотизм, помощь, товарищество и тому подобное. «Выбрана эта тема, конечно, абсолютно не случайно. Потому что хочется, чтобы начало учебного года, оно было не только торжественным и обозначенным тем, что начинаются уроки, а что еще и начинается тот период жизни, когда мы познаем что-то новое, когда происходит становление личности, взглядов, характера и так далее. То есть все влияет на это. И поэтому, конечно, я гражданин, это очень важно. И все школы нашего района, они связали свое первое сентября именно с этим лозунгом». На первой в жизни первоклассников урок пришли интересные гости – воспитанники патриотического кружка «Юный Нахимовец». Они продемонстрировали свои навыки, полученные за несколько лет обучения. С завязанными глазами Валерий разобрал и собрал на глазах у изумленных детишек автомат. Для него это дело привычное. Уже три года на многочисленных тренировках «Юный патриот» оттачивает свои навыки. «Ходить своим шагом, автомат разбирать, подтягиваться, узлы вязать». «Такое воспитание, я считаю, оно важно было во все времена, потому что все-таки человек живет одним из главных чувств – это должно быть патриотизм. Знать, что у него есть родина, знать, что его там ждут и, соответственно, защищать это место, развивать». Ребята занимаются в кружке с удовольствием, узнают много интересного, а главное – полезного и в военной, и в мирной жизни. Полученные знания уже не раз вознаграждались на различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, районного и окружного уровня. Пусть малыши пока не все поняли, зато прочувствовали. Лиза пока не запомнила, что означает голубой цвет флага, зато поняла, что свою страну нужно любить и ценить прошлое, которое подарило нам настоящее. Для нее и таких же малышей коллектив учителей и родители организовали после первого занятия посадку деревьев в рамках акции «Лес Победы». Каждое дерево – это дань чему-то герою – дедушке, бабушке, дяде или тете – тем, кто отдал свою жизнь во имя Победы. Неловко управляясь лопатами, малыши серьезно подошли к своей миссии. В том, что они делают важное дело, никто не сомневался. Старшие ребята помогали младшим, взрослые фотографировали своих добросовестных чат. Дома растет. Дома растет. Закапываем рябину. А зачем вы ее закапываете? Садить. А зачем садите? Вам объяснили? Обучаясь, они должны знать, что их знания, их опыт, это в первую очередь будет нужен и необходим для своей родины, для России, для своей семьи, для своей малой родины. И несмотря на то, какая будет у них успеваемость, конечно, будем стараться учиться, будем стараться, чтобы все у нас было как нужно. В первую очередь должны быть хорошие люди, порядочные люди, патриоты своей страны. Для солимальцев, чья школа названа в честь героя, тема Великой Победы особенная. Здесь чтят ветеранов, здесь беззаветно любят свою землю и гордятся своей историей. С первого класса, с первого урока, с первого учителя. Екатерина Махова, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Солимал.